Hello! Я записала для вас создание вот такого образа, и я решила скомбинировать пару концептов, и чуть попозже я объясню, почему это было чудовищной ошибкой. А сейчас, в общем, расскажу, значит, на что мы будем здесь обращать внимание. В основном, часть будет, упор материала будет сделан на Кло, это аналог Марвелуса. Вы можете делать все то же самое в Кло, чуть-чуть мне больше нравятся инструментарии. Но в целом мы будем в основном шить, я покажу все шитье, вот весь этот таймлапс. Вы будете видеть все мои потуги, я первый раз в жизни делала белье, лифчик, это было, ну, в общем, вы увидите минут через 10, что у меня что-то начнет получаться. Пока что я делаю базовое лекало, и просто стараюсь, чтобы это все как-то сидело на персонаже. Ну, в общем, частично будем ходить ZBrush, частично будет немножко Blender, и все это в итоге пойдет в Marmoset. И очень большая часть будет уделена именно тому, как сделать меховую шубу, как сделать плашки, вырастить через Fiber Mesh, как настроить шейдер, как создать текстуру. В общем, и все это направлено на максимальное быстрое получение результата, чтобы не затягивать это на какой-то длительный процесс. В общем, я хочу показать способы быстрого создания примерно таких деталей, и мой упор идет именно на скорость. Потому что полный пайплайн создания будет, не знаю, часа на два, только какой-то одной части. Например, это будет лифчик, и я буду шить его два часа. Здесь я постараюсь как можно быстрее рассказать все, охватить сразу несколько софтин, несколько пайплайнов. И особенно это будет много времени посвящено шейдеру этого меха, и, собственно, созданию самого меха. Итак, почему же было большой ошибкой совмещать несколько дизайнов? Потому что люди, которые пилят вот такие образы на Пинтересте, они все-таки что-то понимают, и когда они собирают что-то одно, то они знают, что они делают. Я решила соединить два образа, то есть это белье, сорочка, что-то на шее, с меховой шубой и с большими такими кожаными сапогами. И в самом конце, когда я буду уже рендерить все это дело, я пойму, что это было фатально, это было фиаско, и мне придется много чего переделать, мне придется отказаться от некоторых частей. Я покажу все равно их создание, возможно, чуть меньше, чем хотела, но так как я не буду их в итоге использовать финально, то я решила их немножко подрезать. В общем, когда вы берете концепт, используйте концепт, не повторяйте мою ошибку, и я сама ее больше тоже повторять не буду, потому что в итоге получилось, что это выглядит все совершенно не очень, совмещение таких образов. И шуба с сапогами, с бельем, с сорочкой, все это смотрелось как-то несуразно, я очень долго пыталась найти какое-то решение этого дизайна, и в общем, такая самовольность мне стоила двух недель времени и правок, и я пыталась все что-то сделать. Но в итоге пришлось просто отказаться от частей, от некоторых частей дизайна, и все закончится немножко другим образом, нежели которым я хотела начать и сделать, воплотить. В общем, вот, пока что смотрим пайплайн, точнее не пайплайн, а процесс создания лифчика. Я думаю, что я довольно сильно извращаюсь с лекалами, здесь все, что можно сказать, это я держу, как видите, в середине его держит прозрачный кусок ткани, который сшит, и это держит основу. Как можно больше времени уделите такой важной части, как именно построение самой формы, чтобы ваше белье сидело на вашем персонаже очень правильно. Потому что в конце я замечу, здесь я этого не увидела, потому что у меня был черный материал, но потом я увижу, что у меня очень помятый лифчик, он не сидит по груди, и мне придется все это перешивать, перепритягивать. И, разумеется, редактировать приходится основные лекала, а это уже все очень неудобно, когда все порезано на мелкую детализацию, но в итоге все равно получилось, просто это немножко больше времени. Я подгоняю сейчас как можно точнее все детали, которые я хочу видеть, и хочу обратить внимание, что дополнительные куски ткани, которые составляют кромку у лифчика, они должны быть плюс-минус прямыми. Потому что, когда это все находится в дугах, оно дает дополнительные искривления. Старайтесь все края делать прямыми. Как видите, у меня у боковой части, которая крепится где-то под подмышкой, прямая полоска. И точно так же у кромки лифчика, которую сейчас я делаю серым, она тоже прямая. Здесь у меня небольшие баги начались, я использую инструмент, чтобы показать клоу, какая деталь находится выше. Я обожаю этот инструмент, потому что, блин, в Марвелсе его нет. И это одна из главных причин после рендера, по которой я перешла в клоу. Сейчас создаю эти центральные перетяжки, там будет очень много гемора. Господи, ну ладно, ничего страшного, я просто их пришиваю на какие-то рандомные места пока что. Затем буду настраивать их размер, немножко допритягивать. Точно так же создам у них layer clone under, чтобы они были потолще. И все, чем я буду заниматься дальше, это подгонять все мои детали, чтобы все сидело хорошо, правильно, чтобы лямки были на месте. Иногда я буду проверять потяжки на лекалах. И, в общем, все это будет просто подгонкой минимальных таких изменений, чтобы все сидело хорошо на аватаре. В итоге я решила разрезать центральные части на несколько, потому что поняла, что это будет удобнее для подгона. И вот дальше начинаю все это твикать и просто бесконечно пытаться добиться формы, как на концепте. Как видите, я постоянно подтягиваю лифт на грудь, вниз, пытаюсь его натянуть на аватар. Это был уже огромный колокольный звон в 1000 дБ о том, что у меня неправильные лекала. Но я подумала, ну блин, наверное, что-то типа просто слезает. Нет, не слезает, это неправильные лекала. В общем, я думала, спасется все это теками, но нет. И сейчас, когда я смотрю это спустя две недели, я уже понимаю, что нужно было скруглить некоторые моменты, скруглить вот эти жесткие углы, которые соприкасаются на деталях лифчика. Потому что так было бы гораздо адекватнее, это бы лежало все ровнее и аккуратнее. Дальше я уже начинаю немножко назначать разные материалы. В общем, начинаю маяться дурью, когда у меня не сделаны лекала до конца, я начинаю накидывать текстуру. Но так как я очень сильно торопилась и пыталась не затягивать видеопроцесс, чтобы как можно быстрее сделать что-то, то, в общем, новоли детализации это всегда отличный вариант, но он не очень работает для финального результата, к сожалению. И вот сейчас я буду просто накидывать какие-то материалы. У меня есть скачанный или там, по-моему, купленный пак Гомроуда, там миллион этих тканей. И я беру разные материалы, чтобы накинуть на них разную текстуру. Далее я начинаю добавлять уже строчку, снова я игнорирую то, что у меня неправильная лекала. И в следующий раз я уже знаю, на что обращать внимание, поэтому я постараюсь, в общем, для себя в первую очередь усвоить этот урок. Добавляю строчку на все места, где хочется, и хочу напомнить, как вам, так и себе, что строчка не добавляется симметрично. Так как я в Marvel's и в кло не супер давно нахожусь, я еще не все вещи понимаю сразу. И, в общем, просто как-то пропустила этот момент, что у меня лишь одна половина лифчика будет со строчкой в итоге, а потом, ну, на второй части ее просто нет, или она у меня не экспортнулась. В общем, в чем-то была проблема. Здесь я вижу, что у меня очень сильные потяжки на спине, но так как эта часть будет прикрыта шубой, в данном случае меня это устраивает. Но обычно очень сильные потяжки говорят о том, что у вас неправильный размер лекал, и лучше это все подтянуть. Если что, потяжки проверяются картой strain map, она вызывается кнопкой alt 7 и точно так же отключается. Далее я перехожу к пошиву сорочки, сразу назначаю для нее новую ткань, делаю ее полупрозрачной, и все, что будет дальше, это просто какая-то бойня. Моя война с лекалами, ну, в общем, вы сами все увидите. Я хотела сымитировать эти полоски на боках, как на референсе, чтобы было что-то вроде такого ограничителя для этой ткани, и к этой ткани поджать ее немножко гармошкой, пришить органзу, чтобы она собралась так же, как на референсе. Но в итоге, это спойлер, у меня не получилось, потому что мне не получилось добиться такого же сбирания ткани, очень мелкого гармошка, хотя я вроде бы ставила самый тонкий пресет и самые, как возможно, тонкие параметры ткани, и я работала на шелке-шифоне. Прошло где-то полчаса или чуть меньше, и я начинаю работать с натяжением ткани, уже пытаюсь добиться каких-то складок, и я решаю поработать просто утюгом. Я расширяю здесь участки ткани, чтобы она вот таким образом собралась на спине и на животе. Как видите, пока что результат вроде бы ок, но когда начинаешь просматривать это все в органзе, выглядит это совершенно не очень. Далее я просто накидываю такой же разрез, как на референсе, чтобы добиться примерно такой формы, но весь утюг начинает ехать, и приходится делать его заново. Я поджимаю бока и наоборот увеличиваю расстояние на животе и на спине, тем самым я как будто бы создаю давление и гармошку у этих деталей. Далее, немножко разобравшись с утюгом, я подшиваю более длинный кусок юбки к более короткому куску у этой боковой линии. Вы можете просто выбрать свободное сшивание и выбрать на сколько угодно, вы можете менять этот шов как хотите. Также вы можете при нажатии инструмента редактирования швов тоже редактировать длину вашего шва, просто тягая, тянув, теня, просто если тянуть за край шва. В итоге на первый вариант я решила остановиться на чем-то таком, размораживаю лифчик, запускаю симуляцию и все. Следующая деталь, которую я шью, это белье. Здесь, в принципе, абсолютно ничего сложного, просто простейшее лекало подогнать под размер и посадить на аватар так, как хочется. Я немножко добавляла там детализации, но абсолютно ничего сложного, трусы это самый простейший элемент в этом образе. Я сразу же использовала тег на бедра, потому что понимала, что высокие лянки у трусов не будут сидеть хорошо на аватаре, поэтому я просто их притекала к аватару. Спустя еще тысяча и один твик я немножко дорезала для детализации это белье и, в общем, получается что-то вот такое. Следующий шаг это пошив самой шубы и здесь это будет просто... У меня это был челлендж, как придумать, как же мне сшить этот воротник, который я хотела, чтобы был не отдельной деталью, а продолжал саму шубу. И это было и под кладом, и соединялось со спиной, и, в общем, вы увидите, как я буду метаморфозировать лекало, чтобы добиться того, чего я хочу. Но в целом, в итоге я переделала лекало не знаю сколько раз, пока я добилась того, что мне нужно. И сначала я шью просто базовую шубу, которая будет просто лежать на персонаже, а затем уже я буду ее немножко приспускать на плечо. Решила, что так будет тоже прикольно и интереснее, потому что когда шуба была просто прямая, это было слишком скучно. Здесь я решила подшить маленькие кусочки, чтобы еще удлинить воротник, и, в общем, дальше я буду изворачиваться как только могу. И перед созданием шубы я очень долго сидела и думала, как же мне вообще пошить эти лекала, потому что в голове не укладывалось, а идти в интернет слишком просто. Ну, в общем, надо было сходить в интернет и посмотреть какие-нибудь просто действительно развертки. Лекала шуб, я решила все-таки отрезать воротники на отдельные части, чтобы было удобнее подгонять. Но сначала лучше шейте все однослойным, не однослойным, а цельным лекалом, потому что так вам будет проще и быстрее твикать. Вот сейчас я тоже разрезала середину, чтобы было немножко удобнее, и подгоняю ее уже по фигуре. Далее я начинаю заниматься рукавами, и с помощью инструмента Offset Pattern Outline добавляю небольшой кусок ткани, сшивая его между собой. И так как на референсе такие очень объемные квадратные рукава, то я решаю сделать Layer Clone Over и подогнать по размеру, в общем, сильно его увеличить. Нарезать детализации, и дальше я буду его очень сильно увеличивать, чтобы он создал эффект, который есть на референсе. Далее я буду использовать для того, чтобы он не был виноват. И в целом лекал. Вот примерно в этот момент я поняла, что что-то получается плюс-минус то, что нужно. И я решила расшить шубу, подшить ее точно так же на, можно сказать, такой саппорт кусок ткани и назначить ему просто прозрачную, чтобы видеть, как будет шуба смотреться, если она будет раздвинута. Хочу заметить, что я все еще нахожусь на Particle Distance 20, здесь абсолютно не имеет смысла поднимать его, делать более плотнее сетку, потому что пока вы не устаканили базовый лекал, нет смысла абсолютно поднимать ткань, либо только чтобы посмотреть, как будут смотреться складки с этим пресетом, но это все равно уже у вас должна быть плюс-минус готова база. Я решила навалить еще один кусок ткани сверху для рукавов, чтобы еще больше их увеличить. Снова я их подшиваю и еще больше увеличиваю эту часть, чтобы они были реально огромными. В итоге получается, что мой рукав, именно манжет, состоит из трех частей. Далее я делаю подкладку для моей шубы, назначая ей другую ткань, ее делаю немножко более плотной и более толстой, обозначая другим цветом. И сейчас все, что вылезает, все вот эти неправильные вещи, я с помощью инструмента наложения показания клоо, какая деталь находится выше, я все детали линкую, так сказать, и он понимает, что находится над другой деталью. Далее я отрезаю еще небольшую часть воротника и подложки, которые будут видны, потому что мне нужна эта часть отдельная, так как для нее будет назначен другой материал, и я ее всю отметаю на другой мат. Теперь я еще раз дублирую воротник и снова подшиваю его уже к моей подложке, чтобы он был еще более объемным. И как видите, получается такая немножко подушечка, мне снова нужно флиппинг нормально, чтобы все работало окей, и правильно настроить инструмент. Надо уже узнать, как он называется, в общем, показания, какая деталь выше. Далее я немножко увеличиваю эту верхнюю часть воротника, чтобы тоже создать немножко больше объема и такой эффекта надутости. Он все равно получился не такой, как я бы точно хотела, но немножко еще подправив здесь нормальный ушвов, получается эффект чуть более близкий к тому, что мне нужно. Как видите, вся шуба держится на теке на плече, поэтому не забывайте, если что, фиксировать ваши лекалы об аватар. Я решила использовать еще один тек, чтобы лучше посадить шубу по фигуре. Далее уже начинается немножко техническая штука, я просто мерджу все вещи, которые были разрезаны, все, что мне не нужно, я мерджу обратно, чтобы не было лишних швов. Ну и теперь можно приступить к складкам. Я формирую с помощью пинов складки на рукаве, потому что рукав слишком сильно съезжает вниз из-за того, что воротник на него давит. И я пинами стараюсь все это немножко приподнять, зацепить, чтобы все держалось красиво на красивых складках. Ну и здесь уже на высоком Particle Distance я смотрю, как все это работает, и вроде бы все окей. Далее я приступаю к созданию базы для обуви, так как в симуляции мне нужна какая-то болванка. Я думала, пошить мне основу или нет, но поняла, что это какое-то издевательство. Поэтому просто на ногах экстрактом и динамешем я сейчас выпилю такую основу под мои туфли. В итоге я сделала сапоги все-таки не на шпильке, потому что поняла, что как-то шпилька сюда не очень идет. И я буду просто моделить какую-то базу туфлей для того, чтобы ношить на нее сверху сапоги. Инструменты здесь будут совершенно обычные. Как видите, сейчас у меня сломана немножко симметрия. Это мой косяк с аватаром, но ничего страшного. Туфли я пододвину потом в самом конце. Просто трим динамиком, эйдж-полишем я буду выравнивать сейчас все плоскости. Работаю с клип-кервом, чтобы отрезать внизу ровный, сделать ровный край. Буду формировать вот такую вот, так сказать, ровную площадку для каблука. И экстрактом просто добавлю остальные части. В общем, все, вы это увидите на видосе. Здесь, как обычно, после того, как делаешь очень тонкий динамеш, начинаются дырки, и мне приходится инфлейтить, перединамешить и все это залечивать. Далее я просто маскирую пяточку и обычным экстрактом делаю основу под каблук. Там, получается, есть и подошва, и каблук. Чищу всю эту фигню. В общем, убираю все лишнее. Немножко подтягиваю пятку, чтобы все выглядело плюс-минус окей. И задаю форму для этой подложки. Далее с помощью экстракта я точно так же делаю подошву. В общем, все как обычно. Удаляю лишние вещи, маскирую все, что мне нужно. В общем, спрятала луп, разгруппировала верхний и нижний, чтобы можно было замаскировать и ровно двигать. И теперь у меня получилась более-менее ровная площадка. После еще тысячи твиков и выглаживаний можно сделать симметрию. И дальше я уже... Здесь я подправляю ногу, но, по-моему, там я подправлю туфель или заменю аватар, не помню. Я импортирую свой аватар в Кло. Теперь они здесь уже с туфлями. И здесь очень важно отключить коллизию пола, чтобы у вас не соприкасалось. Мой аватар просто стоит ниже пола, и сапоги будут его как бы пересекать, и это неправильно. Я делаю самые простые два прямоугольника, сшиваю их, и дальше будет просто натягивание на ногу этой такой тканевой основы. Ну, а в целом все, что будет происходить далее, это просто подтяжка сапог по форме ноги. Я буду работать с утюгом. Но спойлер в итоге, я все равно их перешью, потому что когда они будут в позе, мне не понравятся, как будут выглядеть складки. И в целом, как бы, сам пресет ткани тоже я решу переделать с кожаных сапог на тряпичные, типа на, как это, хлопковые или что-ли, в общем, на обычную ткань. И мне придется все переделать. Но в целом весь пейплайн сейчас абсолютно идентичен тому, которому я буду следовать потом. Вот так вот. И, наконец, я перехожу к созданию ожерелья. Это будет самая быстрая и простая часть. Я просто создаю полоску, пиню ее, чтобы она легла вокруг шеи, сшиваю ее начало и конец. И я решила сделать что-то плюс-минус, как на референсе, тоже с подвеской. Но подвеска будет другая, и это будут три линии бусин. Я прорезаю их на три части, добавляю, в общем, бусину, выбираю кругляшок. И с помощью Ctrl-C и Ctrl-Shift-V вставляю очень-очень много бусин. Подгоняю расстояние между ними, подгоняю их количество. В общем, там я увидела, что у меня они находятся выше, чем нужно, потому что я криво расположила вставку бусин. И дальше нужно настроить оффсет, нужно настроить отсутствие коллизий между бусин, чтобы все было окей. И, в общем, дальше я буду просто дублировать это все, когда будет окей. Ну и размер бусин тоже подгоняется. И, в общем, вот все это выглядит уже плюс-минус, как такое очень простое ожерелье. В общем, спустя еще полтора миллиона лет я, наконец-то, пошила этот маленький кусочек ткани несчастной, закрепила пином, чтобы сделать имитацию, что на ней что-то висит. И я это сразу экспортирую и закидываю в мормосет, там уже потихонечку начинаю собрать сцену. Далее я открываю файл и импортирую туда, совмещая, в общем, мое белье и сорочку, чтобы запустить симуляцию, чтобы сорочка не просачивалась в белье и экспортирую это все в мормосет. Шубу я также уже экспортнула заранее. Я добавляю часть аватара, понемножку донастраиваю, в общем, накидываю цвет, вертекс, колор, рафнос и настраиваю уже потихонечку материалы, чтобы хоть как-то примерно все это посмотреть. Поставила фон потемнее и, в общем, смотрю уже плюс-минус, как это будет выглядеть. И когда я посмотрела на все это в мормосетте, я поняла, что мне слишком скучным кажется вообще сцена и нужно поставить персонажа в позу. И, в общем, сейчас я буду ставить ее в позу, затем импортировать в кло, переподгонять там все, перешивать и, в общем, 350 дел еще сверху. Я решила не показывать целиком, как я ставлю в позу пальцы, потому что это просто работа с маской и транспоуз-мастером. Вот чуть-чуть я повернула голову и точно так же я ставила в позу все пальцы и еще запозру ноги. В итоге у меня получилась вот такая поза, и я обратно нажимаю T-Pose Mesh. И с этой позы возвращаемся в кло. Сначала я добавляю сюда шубу, и теперь я импортирую вообще все части сюда, импортирую с моими сапогами. В общем, все, что мне нужно сейчас сделать, собрать всю одежду в одной сцене, чтобы засимулить, так как у меня сорочка тоже мешала там сквозь шубу, она вылезала. Сначала я импортнула жерелье, но поняла, что оно мне здесь особо не нужно, я могу ее поправить так. Теперь я начинаю подготавливать всю сцену к общей симуляции. Я накидываю порядочность, порядок деталей, кто выше, кто ниже, опускаю весь Particle Distance до 20 и включаю симуляцию, то есть вообще на супер мелкой детализации, лишь бы у меня все это сожралось. И, в общем, начинаются баги, я начинаю все это перетягивать, как-то вытягивать задник шубы, я его отодвину, чтобы засимулилась нормально, и решаю, в общем, все эти мелкие проблемы. Здесь у меня продолжает вылезать эта штука, я решаю в итоге просто избавиться от нее, потому что ее все равно не будет видно, но она и перестанет баговать. Здесь у меня коллизия пола мешает, в общем, прилепляться к ногам, я ее отключу и снова все затыкаю, снова все поправлю. Я решила еще отрезать заднюю часть юбки, так как ее не видно, и чтобы она просто не мешала, я ее удалила. А теперь очень важный момент, с которым я долго маналась, в общем, сначала я удаляю свой старый аватар, импортирую заново его в обычной позе, импортирую все как обычно, и далее я добавляю снова обожа, импортирую уже позу, нажимаю add и выбираю как morph target, и тогда уже мой аватар и вся моя выкройка принимают позу, и все это метанорфозируется, в общем, и потом придется очень много править, но это сработало. Далее я буду поправлять все вылезшие баги, в общем, там старые пины остались, я буду делать новые теки и, в общем, заниматься всей этой поправкой. К этому моменту я закончила править белье и шубу, и начинаю работать с юбкой, немножко повышаю particle distance, запускаю симуляцию, отрезаю все лишнее, и дальше буду снова после тысячи одной правки, в общем, я получу какой-то такой кусочек, который мне снова пришлось работать с утюгом, и вот сейчас я буду править и сапоги, и, в общем, все, что осталось. Где-то в этот момент до меня дойдет отключить коллизию пола, я, честно говоря, просто затупила и забыла ее отключить, и думала, почему же у меня не работают теки. И вот все заработало, все стало нормально. Все, что готово, я сразу же экспортирую и перехожу к поправке шубы. Я думала, что я ее уже поправила, но решила что-то доделать еще. Я запускаю снова симуляцию, оставляю всю одежду, и здесь будет кусок, который долго будет меня мучить, но, как окажется, там будут просто старые пины, которые никак не хотели удаляться. В итоге мне пришлось заморозить всю шубу, разрезать этот кусок на две части, отпинить этот чертов пин, и, в общем, вот он наконец-то достался из руки, и дальше я сшиваю этот кусок обратно, и все становится ок. Но в какой-то момент кусок решил не сшиваться, а потом все-таки все заработало. Я точно так же делаю подложку для рукава, чтобы там складки были более грубые и более объемные. Теперь я буду просто позить мой рукав, я немножко его отодвигаю, ловлю момент, когда мне нравится положение, ставлю на паузу симуляцию, или вот можно запинить, например, весь кусок, и уже дальше работать спинами на складках, чтобы ничего не слезало. То есть сначала я подбегаю манжет целиком, а затем уже немножко подпиниваю самые складки, чтобы выглядело все окей. Просто нужно, чтобы ткань не тянулась вниз под весом манжета. Теперь я снова экспортирую все мои паттерны и иду обратно в армасет на просмотр. В общем, я просто заменяю все файлы, заменяю аватара, заменяю все волосы и все остальное. И дальше я иду в ZBrush, чтобы поправить немножко сапоги, потому что там внизу всякая фигня творится. Я просто немножко мулом их подтащу и экспортну, и пойду обратно в армасет. И вот где-то в этот момент я начала понимать, что что-то не так с дизайном. И я решила пока просто смоделить украшение в надежде, что это подойдет. И в общем, этот кусочек, не знаю, постараюсь как можно сильнее сжать и почистить, потому что здесь ничего сложного. Я работаю с кривыми, я им назначаю толщину. И в общем-то все. Просто в левом окне я смотрю, как это выглядит в целом. Моделью разные палочки накидываю на них, где нужно... В общем, бвла, подрезаю, все это размножаю. В общем, работаю просто полностью с концептом. Далее, после того, как я разместила все элементы, я конвертирую кривые в меш и удаляю все лишнее, все, что не видно, и закрываю образовавшиеся палочки. Далее, я создаю что-то вроде граненого камня с помощью ювисферы. И просто в дальнейшем я не буду смузить его нормально, чтобы он выглядел вот таким же граненым. Далее я импортирую колье в зибраж, импортирую сюда смодельное ожерелье и просто ставлю в позу, точнее располагая его на персонажа. Еще я решила немножко динамешнуть все вот эти спаянные места, спаянные палки, чтобы создать эффект как раз-таки такой немножко перехода одной плоскости в другую. Накинула очень легкий нойз, чтобы это чуть-чуть хотя бы не смотрелось таким супер плоским в мормосете, чтобы не отражало свет на 100%. Теперь я собираю всю свою одежду в зибраж и разбиваю на полигруппы шубу, удаляя все лишнее, все, что мне не нужно, потому что там осталась внутрянка. В общем, это занимает некоторое время, затем мне нужно всю внутрянку отбить на другую полигруппу, чтобы назначить ей другой материал. Но самая главная цель у этого этапа это удалить все лишнее. Я сдублировала саптул и взяла все те полигруппы, которые мне нужны для создания меха. И вот я наконец-то перехожу к созданию плашек и сначала я прикину какую-то плюс-минус текстуру. Я взяла из интернета какую-то самую простейшую альфу, взяла фактуру меха, что-то вот с ней сейчас там нахимичу. Сохраню это, чтобы была хоть какая-то база для зибраша. Самое главное это создать картинку с альфа-каналом, сохранить ее, потому что в зибраше используется именно альфа-канал у картинки. А еще вам нужно перевернуть ее вверх ногами, потому что в зибраше все флипнуто по вертикали. Теперь я немножко подчищаю меш, удаляю все ненужное, всякие там полоски и начинаю работать с фибермешем. И теперь я перехожу к созданию самого меха. Финальные настройки шейдера вы увидите на видосе. Все, что я по сути меняю, это толщину плашек, ее длину, гравитацию и количество волос. Я добавляю текстуру, чтобы хоть как-то примерно видеть, удаляя все ненужное на шубе, потому что у меня снова там что-то образовалось ненужное. Я добавляю плашек еще больше, настраиваю гравитацию и в общем твикаю всякие разные настройки. А эта предварительная текстура мне нужна именно для того, чтобы хоть как-то увидеть, как будет работать мой мех. Тут я решила поменять цвет меха. Заменяю текстуру, смотрю, как будет смотреться белым, понимаю, что не очень. Применяю и ищу, собственно, уже текстуру получше, чтобы работать с ней более детально. Я загружаю рандомную фотку меха в фотошоп, накладываю черти как, собственно, на мою текстуру. Ищу белую фактуру меха, чтобы сделать два варианта, потому что я еще не знала, как мне подойдет, скеппи-пастила что-то там из интернета, то, на чем были авторские права. Ну, в итоге я все равно не использовала, поэтому ничего страшного. Пока что я все подбираю, смотрю, как флажки будут выглядеть лучше, но в конечном итоге я прикреплю обязательно то, что у меня получилось, этот пресет фибри-меша к видео. Я прикреплю настройки картинкой, собственно, как все это настроено, чтобы вы могли ориентироваться. Ну и пока что я решила посмотреть, как это все будет выглядеть и немножко причесать. Здесь я скрываю отдельные плашки, которые просачиваются в руку или они просто не нужны. Я удаляю все плашки, которые торчат также по боку шубы и просто их удаляю. И вот, собственно, первый прогон шубы. Я экспортирую ее в Marmoset и посмотрим, как получилось. Когда я импортировала первый раз в Marmoset, поняла, что меш слишком тяжелый и мне нужно срочно уменьшить количество профилей и сегментов, чтобы плашки были более легкими. Ну и также я их немножко еще донастроила и снова сейчас дотвикую и экспортну в Marmoset. На первый взгляд мех выглядит вот так, и все, что нужно сделать сейчас, это просто донастроить шейдер хотя бы примерно, чтобы смотреть, как текстура ложится. Я иду обратно в Photoshop и немножко поджимаю альфу, делаю ее более белой, потому что волосы должны быть полностью белыми. И все это экспортирую заново для Marmoset, потому что плашки там уже должны быть не флипнутые, точнее наоборот. Мне нужно сейчас флипнуть все обратно вверх ногами. И я все вот это пересохраняю, все флипаю, сохраняю снова, сохраняю снова. И вот теперь уже настраиваю шейдер в Marmoset. После первого прогона я понимаю, какие мне нужно внести изменения, и пока что я настраиваю весь мех целиком. Но в итоге я буду делать каждую часть отдельным, как-то сказать, отдельным куском плашек, что ли. То есть у меня будет на манжетах, на рукавах, на передней части шубы, на задней, на воротнике разные ассеты меха. Неправильное слово ассеты, разные куски меха. Я донастрою еще примерно миллион раз все, что нужно. И в итоге все-таки решила заремешнуть шубу целиком, удалив какие-то лишние части, в общем, чтобы облегчить работу для меха, потому что как-то слишком много всего получалось, и я увидела, что у меня еще осталась нутрянка в тех же рукавах. В общем, я снова перенастроила меш, переасептила мой мех, и все это экспортнула обратно в мармасет. Теперь мех стал лежать более естественно, потому что нутрянка и всякие разные дубли убивали естественность, и сейчас уже я начинаю работать отдельно с кусками, и донастрою вот в последний раз буквально пресет для меха в общих чертах. То есть сначала я хочу устаканить примерный размер плашек, их количество, их ширину, их уровень гравитации, немножко дотвикать, но в итоге все равно все нужно делать отдельно, потому что шуба это достаточно комплексный объект, который имеет свои разные направления у каждой части меховушек. Теперь я добавлю для меха немножко рафноса, настрою, чтобы был он не таким черным, чтобы его было более видно, немножко выработаю со светом, и пойду обратно его доделаю. Здесь я начинаю отрезать куски от шубы, я начинаю брать их на разные части, то есть мне нужна спинка шубы, мне нужна передняя часть, мне нужна подкладка, мне нужен воротник, мне нужны манжеты и рукава тоже отдельно. Все это я разрезаю на разные части, и для каждого из этих кусков я буду отдельно, не симулировать, а отдельно выращивать мех, и это будет все отдельными частями, и так будет смотреться гораздо лучше, потому что для каждого куска можно будет настроить свою гравитацию, свою плотность меха, а, например, на воротнике они должны быть более пышные, как и на манжете, то есть более стоячие и более крупные куски меха, поэтому я все настраивала отдельно. Далее я переименовала и экспортнула каждый кусок меха, и засовываю все это в мармасет, немножко донастраиваю альфу, и, в общем, так я и буду бегать туда-сюда, и сейчас уже буду работать более плотно с текстурами. Искусственным путем я создам рафнес, просто подняв ловела, сделав его более белым, и посмотрю, как это будет отражаться на шубе, потому что хоть какая-то фактура меха там есть, и, в общем, я делаю это все абсолютно, как бы это сказать, тяп-ляп, потому что, конечно, в идеальном случае нужно выращивать мех и запекать все карты, но я сейчас делаю это супер колхозно и подручными методами, и хочу показать, что так тоже можно сделать гимридишугу, и не обязательно при этом уметь выращивать волосы, вы можете справиться с помощью фотошопа. Далее я решила немножко подрисовать альфу, сделать ее более плотной, я взяла какую-то абсолютно рандомную кисть и навалила туда в центр какого-то шума, в общем, и вот такой результат получился для альфы, и дальше я запускаю такую чудесную программу, как Crazy Bump. Это очень старая олдовая штука, но с помощью разных картинок я взяла просто свою альбедо и запекла из этой альбедо нормалки, затем я запеку Ambient Occlusion, и, по-моему, что-то еще я тоже оттуда возьму, но я не уверена. В общем, вы можете с помощью этой программы получить из вашей альбедо нормал, ао и еще какие-то там разные карты, но я взяла только эти две. Потом я вспомнила, что у меня не расположено ожерелье, я его запользовала, и точно так же экспортнула в Mimoset. Ну, а дальше я худо-бедно накинула хоть какие-то материалы, чтобы это смотрелось хотя бы отбивочно по базе. Итак, ну что ж, спустя огромное количество времени и количество переделок я наконец-то записываю концовку этого видео. И почему я так долго с ним разбиралась, с этим образом, потому что проблема была именно в дизайне, именно в самом концепте, и мне все никак не нравился результат, я не могла понять, что не так, и, в общем, методом исключения я скрыла все, что мне не нравится, и теперь не могу сказать, что меня полностью устраивает результат, но это уже то, что довольно близко к тому, что я задумывала. И, в общем, здесь должна была быть часть с органзой, что-то вроде сорочки, но в итоге я от нее отказалась, потому что я поняла, что мне нужно просто снова шить ее, и это будет еще один процесс. В общем, видео расстанется гораздо на более большой промежуток, а там пошив этой части я уже показала, поэтому можно оставить и так. Итак, сейчас я хочу пробежаться по всей этой сцене и показать вам, что получилось в итоге. Я настроила все материалы, очень много времени у меня ушло на особенно сборку лифчика, ну и, наверное, мех. Да и я бы вообще сказала, что мне неприличное количество времени ушло на то, чтобы подобрать цвета в целом, я включу сейчас, как выглядит с персонажем, и мне абсолютно не нравилось цвет, который я подбирала для частей, что-то было белое, что-то темным, и в итоге, в общем, я пришла к классическому черному, ну и получилось, в общем, вот так. С персонажем это выглядит совсем по-другому, считается как другой образ, но так как персонаж у меня продетален не до конца, хотя я в процессе уже начала его, я его обретопила и накинула хоть какие-то поры в савто, все, в общем, запекла, чтобы хоть как-то выровнять ситуацию, но я все равно поняла, что это мне абсолютно не нравится, и я решила просто презентовать без персонажа, поэтому будем смотреть без него. Также здесь была штучка, которую я моделила, но я тоже решила от нее отказаться, так как мне показалось, что она совершенно не вписывается в образ, собственно, вот такой весь. Только хотела сорочку доделать, но уже ладно. В общем, сейчас там немножко блестит задник у шумбы, но без света его не видно, поэтому все хорошо. Итак, давайте пройдемся, значит, по материалам, и больше всего внимания, конечно же, я хочу уделить настройкам меха, потому что вот как у меня выглядели випы. Сейчас я покажу то, что у меня было в процессе, то, что я пошила изначально, и вроде как бы белый такой стиль был довольно футуристичным, и вот этот сам материал меня привлекал, но когда это с мехом, это все не работает. Белая шуба точно так же не работала, и вот я переставила в позу. Ну, в общем, в процессе я перешила вообще все, мне кажется, кроме шубы. Я перешила лифчик, потому что я увидела, в клоу не было видно вот этих загибов, я перешила лифчик, и перешила сапоги довольно-таки просто, обычными кусками ткани. Шубу я оставила. И вот мех изначально у меня был вот такого качества, затем я донастраивала, продолжала собирать шейдеры, замоделила эту штучку, понимала, что мне что-то не нравится, вот я уже плюс-минус замоделила, донастроила шейдер у меха. И вот эта штуковина мне не давала покоя, потому что она выглядела странно, как-то по дизайну здесь была четкая линия, мне не нравилось. В итоге я попробовала белую шубу, и это было совсем кошмарно. И в итоге я остановилась на вот таком варианте, без всего лишнего, просто сам образ, поскольку моделинг персонажа здесь мне не занимал вообще особое количество времени, я не хотела на это делать упор, поэтому белая шуба, блин, просто выглядит вообще совсем по-другому. Поэтому я решила просто оставить вот этот образ, я покажу, собственно, оставлю в финальной сборке видео все, как я его шила, как я настраивала, как собирала, но по поводу персонажа, пожалуй, самое полезное, это как поставить в позу и как подгрузить вашу позу, собственно, в Кло. В Кло или в Марвелус. Давайте вернемся к шейдеру. Сейчас покажу, вот шейдер моего меха и очень важные вещи, которые прям, вы обязательно должны соблюдать их, чтобы у вас был хороший мех. Итак, здесь, значит, в процессе я записывала, как я работала в Крэйзи Бампе, и создала, значит, на основе моей текстуры нормалку и АОшку. Там есть эти отрывки записи, в общем, либо, по-моему, АО у меня не записано, в Крэйзи Бампе просто есть, типа, Create.AO из вашей текстуры, и, в общем, он создает вам вот такую штуку. Это дополнительная карта, которую я сделала. Нормалка выглядит достаточно странно, но, в принципе, она как бы немножко улучшает вид. Сейчас вы этого не заметите, но я там на близких рендерах, в общем, сравнивала. И меня устроил результат. Далее. Альбедо. Сразу скажу очень важный момент. Ваши текстуры должны быть большого разрешения. У меня сейчас здесь идет ширина 1000, ну, то есть, по короткой стороне на 1000. Когда я начинала ее настраивать, вот этот результат, это была текстура, типа, там, 250 пикселей, что ли, или вообще 100, и, в общем, это очень сильно влияет на ваш внешний вид, поэтому обязательно делайте текстуры меха большого разрешения. Все. Особенно колор, особенно альфу, да, в принципе, рафность, тут все важно. Так что... Теперь, как выглядит сама текстура? Я намешала абсолютно вообще полную здесь... Сейчас покажу, как я собирала. Я взяла какой-то мех, немножко его перепозила, подняла контрасты, накинула сверху альфу, накинула сверху еще один... Другую текстуру я выбрала вообще. Снова поджала контрасты, сделала градиент здесь, еще сильнее градиент, и еще сильнее градиент. И контрастами выбила уже вот здесь, чуть посветлее. И вот такая текстура меня, в принципе, устроила. Это выглядит с градиентом. Сейчас покажу вам, отключу градиенты, сохранюсь. И вот как выглядит без градиента, она становится более плоской, что ли. Сейчас обратно. Вот. И получается такой эффект, как будто бы глубины. Так что очень советую делать градиент на основе вашей плашки. Далее. Roughness. Roughness я делала вручную, по-моему. Сейчас посмотрю. Давайте так же пересоберем. Я взяла свою текстуру, вот эту готовую, инвернула ее, поджала уровнями и подрисовала точно так же градиенты, чтобы чуть-чуть совсем блестело. Размер моей текстуры точно такой же, как и у Альбедо. Как видите, дается блеск, тоже дается объем, начиная считываться, особенно вот здесь тоже на превью, можете увидеть, как он начинает поблескивать именно в середине. Главное, делать мех довольно белым и совсем немножко оставлять лишь черных участков. Даже, ну, не черных, в смысле, темных, светло-серых. Далее, по настройкам здесь особо ничего такого нет. Здесь есть самый обычный Reflection GGX. это ничего такого. Металл у нас выкручен на ноль. Дальше идет Occlusion, который я показывала вам уже в фотошопе. И самое важное, это чтобы, собственно, работало корректно. Вот на этом варианте у меня стоял режим Alpha Cutout. И это выглядит вот так. даже с хорошей альфой, даже с настроенным, даже с большим размером в смысле текстуры, вам обязательно нужно поставить Deezer, чтобы был такой мягкий эффект. Вы ставите здесь, если вы подгружаете отдельно карту, вы ставите Channel R, а не альфу. И, собственно, все, что вы можете настраивать, это вот мягкость этих волос. Но так как у меня альфа настроена здесь достаточно никак, это очень смешно на самом деле показывать, потому что вот это была у меня текстура 250 пикселей, я ее увеличила, она стала плохого качества. Затем я засунула сюда старую текстуру, поджала уровни, поджала еще и сверху просто кисточкой навалила какой-то фигни. Просто на самом деле это ужасно. Мне сейчас стыдно показывать это в туторе, потому что это какой-то адский адский способ и так не надо делать на самом деле. но это работает и ну я не знаю. Короче, это такой очень быстрый способ просто слепить из того, что есть, можно сказать. Вы берете рандомную картинку из интернета и как-то с ней работаете и получается вот так. Я думаю, что, я уверена, что если взять хорошую альфу, допустим, не знаю, давайте возьмем я скопирую и подменю здесь вот так и прямо у вас на глазах сейчас поработаю с ней. Мне нужно поджать уровни. и теперь мне нужно лишь вот здесь оставить ее попробую тоже какой-нибудь кисточкой. Сейчас посмотрим, будет ли очень большая разница. я попробую просто кисточкой вытереть давайте что-нибудь не знаю. Посмотрю, что подойдет получше. Конечно же, гораздо правильнее и единственный верный и адекватный способ это когда вы выращиваете текстуру волос, затем вы запекаете с нее альфу, каждую волосинку вы запекаете, у вас полностью совпадает альфа с вашей текстурой, с вашим рафнесом, с вашим АО, все эти карты сделаны адекватно и прилично и все это смотрится хорошо, а не так, как я делаю сейчас. Это просто какой-то ад. Я сейчас сохраню и просто по приколу посмотрим. Как видите, особо сильно хуже не становится, но видно, что некоторые... Хотя на самом деле, вот здесь мне даже нравится, как стал смотреться мех, он стал лежать по направлению, но там, где он торчит в разные стороны, конечно, много вопросов. И здесь уже это сами плашки у меня лежат достаточно однообразно здесь тоже, но у меня так не получилось адекватно причесать фибермеш, как-то он слишком сильно улетал, и в общем мне уже было жалко времени на то, чтобы... Я хотела позиционировать на то, как быстро сделать всю вот эту... просто накидать, можно сказать, не то чтобы драфтово, но чтобы на вашем персонаже была какая-то детализация, типа вот такой меховой шубы. это выглядит всегда очень дорого, богато, по времени как будто бы очень сильно затратно, но на самом деле на всю шубу у меня ушло минут 40, ну и с переделками текстур, с подгонкой всего, с дезапечкой еще, наверное, час. И в целом... Я имею в виду 40 минут на мех, а сшила я шубу, наверное, тоже где-то за час. В общем, то есть за там 2-3 часа у вас появляется вот такая штука, и это... Иногда может смотреться очень выигрышно на персонажа, но это не тот случай, поэтому я просто покажу вам саму шубу и как работать с шейдерами. В общем, вы должны вырастить волосню, запечь ее, запечь альбета, запечь альфу, запечь рафнес, ао, может быть, как-то называется там... не дисторшн, а забыла, направление, в общем, направление ваших волос, забыла, как называется эта штука, анизотропия, короче, настройка анизотропии, чтобы управлять, как именно падает свет на ваши волосы, сейчас я подключу и посмотрим, потому что если я буду крутить, карты здесь сейчас нет, в общем, это настройка того, с какого угла падает свет, отражается от ваших волос. Далее, что здесь еще можно посмотреть, в целом настройки здесь все абсолютно дефолтные, единственное, что я использовала здесь ткань для бра, я взяла просто PBR-набор тайловой текстуры, скачанной из интернета, тоже там какие-то сборники есть, TD называется этот сборник, можете посмотреть, он на гомроуде платный, и, в общем, я просто накинула, здесь даже не видно, может быть, будет видно на нормале, вот такую штуковину, я накинула, пришлось еще в блендере сделать развертку плюс-минус для этой штуки, потому что из Marvelous я экспортнула неправильно, я ее немножко развернула и, в общем, размапила и накинула такую штуку. Далее, все материалы настроены просто, вот, допустим, лямки, это Color и это Roughness, абсолютно без карт, и так настроены, по сути, каждый элемент. Давайте я открою мех, покажу вам еще саму шубу, выглядит вот так, да, я сделала блестящую подкладку, чтобы вот здесь прикольно блестело, вот так выглядит моя шуба, без всего, все, что я делала, настраивала просто цветы Raphnis, просто я делала это миллион лет, потому что я не могла определиться с самой расцветкой, мне не нравилось ничего, вот, а так на шубе даже здесь есть какие-то более-менее интересные складки, все это выглядит достаточно приятно, в общем, даже если у вас не будет видно ткани под вашим мехом, то это не значит, что не нужно тратить время на то, чтобы все выглядело адекватно и без него, потому что это ваша база, база должна быть очень уверенной, ровной, чтобы на ней хорошо лежал мех, ну, или не мех, что угодно, детализация, например, то же самое, там работают тоже правила, ну, что ж, я показала все штуки, давайте обратно включу персонажа, может быть, я включу еще здесь сейчас, мне нужно найти юбку, которая сейчас у меня выглядит вот так, она вообще белая, полуполупрозрачная, мне это совершенно не нравится, я выключу ее обратно и выключу персонажа тоже, в общем, вот такой образ у меня получился, я надеюсь, что у вас получится при желании создать что-то подобное, какую-то такую меховую штуку, это может быть воротник, манжета, все что угодно, штуки на сапогах, это делается максимально быстро, на самом деле, ну, действительно, это там 2-3 часа с переделками со всеми, уже до такого уровня, я думаю, это плюс-минус хорошо, и хочу обратить внимание, что это все-таки гейм-рэди набор, именно шубу, я имею в виду, да и в принципе все остальное, потому что это все лоупольные, и это плашки, сейчас я покажу, это все плашки, конечно, их дохренища, нет, насчет лифчика я вам наврала, насчет одежды, это не гейм-рэди, потому что там не квадовая тапология, не обретоплена, короче, но это сделать недолго, но сама шуба, это именно гейм-рэди, это не выращенные волосы, там, например, алимбик, переданные там куда-то в движок, например, это не иксген, не иеронатрикс, ничего, это все-таки гейм-рэди, поэтому вы можете засунуть это в ваш движок, и, собственно, на вашем персонаже анимировать, то есть это все идет, собственно говоря, блин, в игру, короче, вот такой вариант, на этом буду с вами прощаться, заканчивать, очень надеюсь, что вам было полезно посмотреть это видео, обязательно буду выкладывать, очень хочу выкладывать как можно больше нового контента, но очень много работы, и поэтому стараюсь не перерабатывать, но обязательно все выходные я всегда сижу, что-то делаю, и очень хочется как можно больше, в общем, выкладывать и на YouTube, и какие-то туториалы, это прям мое желание на данный момент, очень хочется, главное, не переусердствовать, совсем скоро как раз-таки примерно на эту тему про выгорание, про проблемы психологические в 3D я тоже выпущу видео, оно будет чисто разговорным, и я уже на финишной прямой по его подготовке, очень хочется тоже выйти с вами на связь, и я чувствую, что это видео будет тоже очень важным, в плане в плане какой-то, наверное, охлаждения ваших ментальных загонов, гонки за успехом, за переработками, в общем, как бы посильнее хлестнуть себя кнутом и прочее, в общем, там будет очень много интересных тем, и мне тоже очень интересно обо всем этом поговорить слух, потому что я думаю, что это очень-очень важно для каждого художника, и, конечно, хочется, чтобы все были максимально в дружбе с собой, в ладу с собой, чтобы у нас было как можно больше здоровых, счастливых 3D-шников, но это, конечно, огромная работа, я сейчас такую типа панацею прорекламировала, но, конечно, нет, но это все маленькие шажочки на огромном-огромном пути. Ну что ж, на этом все, вот такая шубейка у меня получилась, и, надеюсь, вам понравилось. Всем пока!